Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Бабушка активно вмешивается в процесс воспитания детей в семье. Позволяют внукам то, что родители запрещают. Как быть? Если есть возможность, лучше жить отдельно, конечно, если есть эта возможность. К сожалению, мы разучились любить. Мы любим для себя, мы любим владеем, мы любим управляем, мы любим присваиваем себе человека. Поэтому мы очень часто думаем о том, как нам должно быть хорошо от этой любви, а не о том, что должно быть хорошо человеку. Видимо, вот эта бабушка, она не очень любит сын или дочь свою, смотря чья она мать. Потому что, конечно, и внуку тоже, и детям она приносит горе. Она не понимает, что она должна отойти в сторону. Вот в Священном Писании, это вторая глава книги Бытие, очень четко сказано. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Это слова Адама, песнь любви первая, когда он увидел его. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть. Эти слова цитирует Христос на горной проповеди. Почему оставит человек отца и мать, о муже говорится, о жене не говорится? Потому что в архаичное время то, что жена оставит род своего отца, было абсолютно понятно и очевидно, даже не надо было проговаривать. А вот это надо было сказать, что для мужа теперь его семья — это жена, для жены — это муж. И только потом, после того, как она жена, а он муж, они дети своих родителей. И более того, если рассматривать вопросы родства, два степени родства, то ребенок и мать — это одна степень родства, а муж и жена — степень родства отсутствует. То есть это действительно одно целое. И вот вторгаться в это одно целое со своей любовью, которая искажает процессы внутри семьи, это вообще преступление против семьи. И, к сожалению, бабушка, если будет на этом настаивать, рано или поздно, скорее всего, ее просто дистанцируют от внука. Она будет злиться, она будет пытаться развалить семью своего сына или дочери, потому что не слушаются. Но надо входить и помогать. Надо выслушивать. Если сын говорит, что мамочка, пожалуйста, вот так нельзя, мы запретили, допустим, играть на компьютере, а ты даешь. Ему нельзя сладкое, у него экзема может возникнуть, да, у него такая сильная эргия, а ты покупаешь. Мы сказали и объяснили, а ты разрушаешь наш авторитет. Вот если мама этого не поймет, то беда, конечно. Но я вам хочу сказать, что когда-то очень давно, когда я был совсем маленький, мать моего отца, приехавшая к нам домой и почувствовав напряжение со стороны моей матери, это моя мама мне рассказывала. Она сказала, Наташенька, я здесь гость, ты здесь хозяйка. Я буду делать то, что ты скажешь. Хочешь, погуляю с детьми. Хочешь, сделаю суп. Хочешь, почитаю ему книжку. И дальше все было хорошо. Долго, до определенного момента. Это уже другие обстоятельства. Но вот надо войти помощницей. И, конечно, не лезть в чужую семью со своим уставом. Иначе эти отношения будут болезненные и развалятся. Это еще очень важно, потому что, когда ребенок, допустим, будет видеть, что мать ссорится со свекровью, это будет очень сильно разрушать его душу, его отношения с матерью и с отцом. Потому что авторитет старших в семье – это одна конструкция. Нельзя выдернуть часть, чтобы не разрушились остальные. Все начнет трещать по слам. Поэтому, во-первых, ни в коем случае не выяснять отношения при детях. Все обсуждать, слушаться и смиряться. Вот тогда будет много и любви, и радости для всех поколений. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok